Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Новая – это хорошо забытое старое. Когда можно зарегистрировать новую компанию, если ранее фирма была ликвидирована налоговой инспекцией? Нужно ли дожидаться трехгодичного срока с момента ликвидации старой компании? Могут ли налоговики или другие кредиторы и приведить претензии к новой зарегистрированной компании? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в нашем новом видео. Бытует мнение, что ООО желательно перерегистрировать каждые три года. Это позволит собственникам избежать выездной налоговой проверки и начать жизнь с чистого листа. При этом ликвидация компании может быть добровольной и принудительной. В последнем случае инициативу могут проявлять налоговики. Данную процедуру налоговые органы называют чисткой ЮГРЛ. Как показывает практика, под такую чистку попадают не только брошенные компании, но и фирмы, чья деятельность временно поставлена на паузу. Для ликвидации бизнеса без суда у налоговиков есть несколько оснований. Это не сдача отчетности в течение последних 12 месяцев, не проведение операций хотя бы по одному банковскому счету. О статистике закрытого бизнеса в России расскажет специалист по связям с общественностью компании «Роско» Ксения Иснова. В 2022 году без проверки в двух столицах Москве и Санкт-Петербурге было закрыто 1616 компаний. Красивая, но грустная цифра. ТАСС сообщает, что количество ИП, прекративших свое существование за год, выросло практически в два раза. Продолжим. Директора брошенной компании могут оштрафовать за непредоставление нулевой отчетности. Ведь до момента внесения записи в ЮГРЛ о ликвидации компании бухгалтер должен в установленные сроки сдавать всю отчетность. Но административный штраф составляет мизерную величину. Гораздо страшнее является возможность взыскания долгов с учредителем. Налоговики могут привлечь директора к субсидиарной ответственности, если по его вине возникла налоговая задолженность. Еще одним поводом исключения компании из ЮГРЛ является недостоверность, содержащихся в нем сведений о компании более полугода. Каковы последствия ликвидации фирмы для ее руководителей и учредителей? Для участников компании с долей не менее 50%, а также руководителей в течение трех лет запрещено создавать новую компанию, являться руководителем любой фирмы, иметь долю участия в компании. Иммунитет от запрета создания новой компании действует в том случае, если у нее нет долгов перед бюджетом. Например, ООО может иметь только задолженность перед своими контрагентами. Тогда без проблем можно зарегистрировать новую компанию. На практике такие случаи маловероятны, тем более, что незданная отчетность приводит к штрафным санкциям, а значит и к долгам перед бюджетом и внебюджетными фондами. Поэтому даже копеечная недоимка может стать пригодой для регистрации новой фирмы. Если доля ликвидированного ООО меньше 50%, то учредитель может в любое время зарегистрировать новую компанию. До сих пор остается спорным вопрос о возможности исполнения функций директора в других компаниях, если бы одну из фирм исключили из ЮГРЛ налоговики. Например, Иванов является директором и единственным учредителем компании «Лютик» и «Цветочек». Фирму «Лютик» ликвидировали налоговики в принудительном порядке. Казалось бы, ООО «Цветочек» было создано до момента исключения «Лютика» из ЮГРЛ. Поэтому директор может продолжать свою деятельность в этой компании. Однако контролеры считают иначе. Распространяя запрет не только на создание компании в будущем, но и на уже действующих фирмах, судебная практика по данной тематике отсутствует. Какой срок можно зарегистрировать новую компанию после ликвидации старой? Исходя из изложенных последствий, получается, что нужно выдержать трехгадечный срок руководителям и учредителям компании для регистрации новой. Процедура ликвидации бизнеса растянута во времени. Налоговики должны соблюсти определенные регламенты, опубликовать сообщения о ликвидации компании «Вестники» государственной регистрации, дождастся возражений от кредиторов либо учредителей ликвидируемой компании. И на этой стадии компания может возразить против ликвидации либо предпринять определенные действия, чтобы впоследствии безболезненно зарегистрировать новую компанию. Например, фирма может сменить учредителей или руководителя компании до ее ликвидации. Продать долю можно другому учредителю, не резиденту Российской Федерации. Тогда учредители после продажи своей доли в ООО смогут зарегистрировать новую компанию до истечения трех лет. Отмечу, что легче приостановить процедуру ликвидации, нежели оспаривать в судебном порядке уже факт исключения компании из ЮГРЛ. Тем более, что, как свидетельствует арбитражная практика, судьи критически относятся к доводам компании о том, что она не смогла вовремя узнать о процессе ликвидации и не вмешалась в данную процедуру. Подробнее о доводах судей расскажет юрист компании «РосКо» Татьяна Гременюк. Если налоговыми оргамино формально соблюдена процедура ликвидации компании, то суды признают правомерным исключение компании из ЮГРЛ. В таком случае участник компании с долгами перед налоговиками до истечения трех лет не сможет учредить новую компанию. До этого срока компания может быть зарегистрирована другим учредителем и в качестве руководителя назначен другой директор. Некоторые консультанты предлагают после регистрации компании продать долю учредителю ликвидированной компании и таким образом восстановить статус-кво. Однако нужно понимать, что документы о внесении изменений в ЮГРЛ подаются в налоговые органы для регистрации таких изменений, а у налоговиков есть реестр таких учредителей и руководителей. Поэтому налоговики не зарегистрируют изменения в составе учредителей фирмы. Фактические рекомендации. Чем дольше живет компания, тем больше доверия к ней не только со стороны налоговиков, но и со стороны контрагентов. Если учредителю уже не имеет смысла продолжать деятельность старой компании, то целесообразно до момента ее бросания зарегистрировать новую. Как показывает практика аудиторских проверок, брошенные фирмы могут годами числиться в ЮГРЛ и налоговики продолжают выписывать им штрафы за не сданную отчетность. Самым оптимальным способом является добровольная ликвидация компании. Этот способ подходит тем компаниям, которые способны добровольно погасить долги перед кредитором. Многие собственники боятся не проводить ее по причине назначения выездной налоговой проверки. При ликвидации налоговики имеют право, но не обязаны проводить такую проверку. Проверка может быть проведена, если компания имеет так называемые риск-факторы. Кандидаты на проверку выбираются налоговиками заранее на основании проведенного анализа и не зависят от принятых собственникам решения о ликвидации. Последствия налоговых промерок могут существенно влиять на хозяйственную деятельность любого предприятия. Блокировка расчетного счета, выписка штрафов и пеней и прочее. Избежать такой проверки невозможно, но можно максимально обезопасить свой бизнес от применяемых санкций, воспользовавшись юридической помощью компания «Роско». Для получения консультации наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Альтернативой ликвидации может быть реорганизация, например, в форме слияния или присоединения. В обеих формах старые компании закрываются. В первом случае создается новая фирма, которой передаются права и обязанности реорганизуемой компании. Во втором передаются права и обязанности существующей компании, которой и происходит присоединение. Если в среднесрочной перспективе у компании нет возможности рассчитаться по долгам с кредиторами и нет необходимых свободных оборотных активов, то нужно запустить процедуру банкротства. Но есть и отрицательные моменты, связанные с возбуждением дела о банкротстве компании. Долги, возникающие по вине руководителя фирмы, могут быть с него взысканы в порядке субсидиарной ответственности. Нужно помнить и про подтверждающие задолженность документы. Если руководитель не передаст конкурсному управляющему документы, подтверждающие долги покупателей и заказчиков, то с него могут быть взысканы долги в сумме непереданных документов. Таким образом, лучше не допускать принудительной ликвидации компании, если впоследствии планируется открытие новой фирмы с теми же руководителем или учредителем. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова